Всем привет! Меня зовут Лена Стасевич. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом, наверное, всеми любимого торта пьяная вишня. Честно говоря, я готовила этот торт третий раз, и в детстве я его никогда не пробовала, но для меня оказалось открытием, что этот торт очень популярный на самом деле среди вот наших советских людей. Поэтому я решила его все-таки приготовить однажды, и он мне настолько понравился, что я готова готовить его чуть ли не каждый день. В составе у нас идет сочный шоколадный ароматный бисквит, нежный крем на сгущенки и обязательно вишня, очень вкусная вишня, которая придает этому торту необычайный вкус, и в сочетании с шоколадом это просто божественно. Итак, в первую очередь приготовим очень вкусный шоколадный бисквит, который вы можете использовать и для других ваших тортиков. В чаше миксера смешиваем яйца и сахар. Взбиваем до пышности. Лучше использовать яйца комнатной температуры, тогда они быстрее взобьются в пышную пену. Отдельно смешаем и просеем сухие ингредиенты. Какао я использую алкализованный. Не используйте какао-порошок для напитков. Это совсем не то. Выпечку это не подходит. Пока взбиваются яйца с сахаром, это занимает довольно долгое время, около 6-7 минут, если у вас мощный миксер. В это время я приготовлю вишновую начинку. Пересыпаем на сковородку или в кастрюльку. Добавляем сюда сахар, также ром или коньяк для аромата. И я еще добавлю сюда ваниль. Очищаю семена ванили, извлекаю их и также добавляю и кладу сюда стручок ванили. Вишня у меня замороженная, без косточек. Можете использовать, конечно же, любую вишню, какую вы хотите. Ставим на плиту на медленном огне, провариваем вишню, пьем пока растворится сахар. И в итоге у нас должен образоваться вишневый сироп. Мы переливаем через сито вишню, сок оставляем обязательно для пропитки. А вишню мы будем добавлять в крем. Итак, яйца с сахаром взбились вот в такую пышную пену. Когда мы поднимаем венчик, должен оставаться след теста. Это значит, что они хорошо взбились. И всыпаем сюда за 2-3 раза сухие ингредиенты, еще раз их просеивая. Аккуратно перемешиваем лопаткой, не допускаем оседания теста. Именно благодаря этому у нас получится пышное тесто, не забитое, а очень воздушное и легкое. Долго не вымешиваем, лишь до объединения. Вот такое тесто у нас в итоге получается. И теперь я подготовила кольцо, у меня диаметр 24 см. Для этого торта нужно использовать форму большого диаметра, потому что торт у нас получится невысокий, но широкий. И переливаем сюда наше тесто. Ставим выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку до готовности примерно минут 40. Это занимает, зависит от вашей духовки. Проверяйте готовность на сухую зубочистку. Мой бисквит испекся. Он получился абсолютно ровный, без шапочки, потому что мы выпекали на невысокой температуре. И это очень хороший рецепт. Для этого торта нужен бисквит без шапочки, чтобы это смотрелось красиво и аккуратно. И теперь перемещаем его на решетку и даем бисквиту остыть. На решетке очень классно охлаждать бисквит, потому что происходит вентиляция воздуха со всех сторон. И бисквит не сплющивается, не оседает. Он равномерно остывает со всех сторон. В итоге у нас получается вот такой пружинистый воздушный бисквит. Он должен быть по высоте примерно 5-6 см. И оставляем его в стороне до полного остывания. Теперь подготовим крем. Мягкое масло, самого лучшего качества, от 82% жирности. Взбиваем до побеления. И постепенно добавляем сгущенное молоко. Сгущенное молоко обязательно должно быть комнатной температуры. Если вы добавите сюда холодное сгущенное молоко, то естественно в креме появятся крупинки масла, которые от холода затвердеют. Это логично. Поэтому эти два ингредиента у нас должны быть одинаковой температуры. Чтобы сделать шоколадным этот крем, я добавлю сюда растопленный молочный шоколад. Как видите, в этот крем мы не добавляем сахар. Подсластители у нас здесь сгущенное молоко, а также молочный шоколад. Если вы хотите делать крем менее сладким, добавьте сюда темный шоколад. Шоколад должен быть также комнатной температуры. И масса масляная со сгущенкой также должна быть не холодной. Если вы добавите шоколад в холодную массу, шоколад у вас пойдет кусочками. Он просто начнет твердеть. Перемешиваем миксером до объединения где-то минуты 2-3. Посмотрите в итоге вот какой крем прекрасный получился. Он такой пышный, нежный. И в то же время остается рельеф от венчиков. Итак, с вишней стек сок. И мы теперь всю вишню перемещаем в наш крем. Перемешиваем. Долго не вмешивайте, чтобы у нас не получилась такая непонятная масса. Должны быть кусочки вишни с кремом. То есть не должно быть никакой каши. Должны быть четкие кусочки. Поэтому долго проваривать вишню не нужно было. Итак, бисквит у меня остыл. И теперь нам нужно срезать верхушку примерно 1-1,5 см по высоте. Я делаю надрезы сначала по окружности. Затем ножом прорезаем. И стараемся делать это максимально ровно. Когда вы разрезаете бисквиты, вы должны видеть кончик ножа. И вот такими движениями мы в итоге получаем идеально ровный разрез. Посмотрите внутри, какой шикарный бисквит. Он настолько ароматный, нежный. Просто супер. Самое главное, бисквит не пересушить в духовке. И сейчас нам необходимо вырезать середину бисквита. Прорезаем ножом, но не до самого конца. Нам нужно оставить дно тоже примерно 1-1,5 см по высоте. Но тут уже делайте на глаз. Потому что сложно прям четко так отделить серединку. И сделать идеально ровное дно. Достаем весь бисквит. И крошим его на довольно мелкие кусочки. Смешиваем с кремом. В итоге это будет наша начинка, которой мы заполняем образовавшуюся емкость. Бисквит я пропитываю вишневым соком, который остался от вишни. И накладываю сюда нашу начинку, наш крем с вишней. Крышечку я также пропитываю. И затем переворачиваю ее. И накрываю сверху. Чуть-чуть прижимаю рукой. Обязательно нужно сделать ровный слой крема, чтобы не было шапочки. Чтобы в итоге у нас такой ровный крем получился. Ставим торт в холодильник. Примерно на час он должен охладиться. И теперь подготовим непосредственно глазурь. Я взяла смесь шоколада молочного и темного, чтобы эта глазурь не была слишком сладкой. И добавляю сюда кипящие сливки 33% жирности. Перемешиваю. У нас получается ганаш. Пусть он пока постоит и охладится до комнатной температуры. В холодильнике его ставить не нужно. Просто оставьте на столе. Чтобы ганаш не впитывался непосредственно в бисквит. А глазурь такая красивая получилась. Я изолирую торт абрикосовым джемом. Джем нужно брать без кусочков абрикосов. Просто вот такой как бы гель. Такой прозрачный гель, грубо говоря. Распределяем по торту. Даем торту также охладиться еще где-то полчаса. И затем можем наносить шоколадный ганаш. Теперь торту нужно также дать постоять в холодильнике. Стабилизировать за несколько часов. В принципе, этот торт уже готов к потреблению практически сразу. Потому что это такой простой домашний тортик. Он не требует долгой пропитки. И у нас бисквит так получился такой сочный. Но все-таки лучше его оставить на ночь. В идеале тогда будет очень красивый вот такой вот разрез. Когда крем застынет. Торт получается очень вкусный. Насыщенно шоколадный. Плюс вишни и крем просто бомбический. Крем очень вкусный. Перед подачей оставьте этот тортик на столе на минут 20. И тогда крем немножко подтает. И у вас будет просто шикарный вкус этого торта. В общем, попробуйте обязательно. Я думаю, вам очень понравится. Подписывайтесь обязательно на этот YouTube. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. И также жду вас в своем Instagram и Telegram. С вами была Арина Анастасия Вич. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok